Рим. Чемпионат мира 1982 года. В командных соревнованиях встречаются рапиристы СССР и Западной Германии. На дорожке Владимир Смирнов и Матиас Бер. Соперники сближаются и идут в обоюдную атаку. Клинок немецкого спортсмена ломается, и обрубок рапиры пробивает маску олимпийскому чемпиону Владимиру Смирнову. В эфире «Жестокий спорт». Программа о том, чем рискуют профессионалы и любители, выходя на площадку, помост или ринг. Какие травмы и повреждения стоят за радостью побед и горечью поражений. Чем жертвуют чемпионы ради золотых медалей. И как именно растяжение и переломы повлияли на эволюцию спорта. Это программа «Жестокий спорт». Меня зовут Александр Ильин. Я врач-травматолог. Более 20 лет я занимаюсь спортивными травмами. И знаю практически все об этой суровой изнатке спорта. Сегодня мы выясним, где находится зона риска, и можно ли сделать спорт более безопасным. Сегодня в программе. Секретный сплав. Почему шпаги и рапиры сегодня ломаются реже? Что общего у фехтовальщика и гольфиста? Прочность материи. Сможет ли сломанный клинок навредить спортсмену? И наш бронебойный эксперимент. Выдержит ли куртка фехтовальщика выстрел из пистолета? Шпага появилась в середине 15 века. Так называли тонкое и легкое оружие, которым можно было поразить противника, даже если он был облачен в латы. Главное — попасть между соединениями в доспехах. Шпагу в основном носили в городах и применяли во время дуэли. А чуть позже появилось тренировочное оружие — рапира. Только в конце 18 века сформированы основные правила этого спортивного боя. Но мирным этот вид спорта стал только после появления огнестрельного автоматического оружия. Фехтование — один из четырех видов спорта, входивших в программу всех без исключения Олимпиад. Перед вами топ-5 травм знаменитых спортсменов. Чемпион мира и Европы Алексей Черемисинов едва не пропустил Олимпиаду в Рио. За два месяца до соревнований на тренировке ему проткнули кисть. Алексей сумел восстановиться и выиграть золото Олимпиады. За три года до триумфальной Олимпиады Виктор Кровопусков на международных соревнованиях порвал ахиллово сухожилие. Врачи предрекали ему завершение карьеры, но знаменитый саблист сумел восстановиться и вновь начал побеждать. На Олимпиаде 80 Владимира Лапецкого проткнули рапирой насквозь. Клинок проскользнул по ребрам. К счастью, он не задел жизненно важные органы. Миниатюрная итальянка Валентина Вицали несколько лет выступала с травмой колена и даже перенесла операцию на крестообразной связке. Однако это не помешало ей стать одной из самых титулованных фехтовальщиц планеты. Олимпиада 1972 года. В бою Виктору Сидяку осколок сломанной сабли попал в маску. Саблист едва не потерял глаз, но в итоге врачам удалось спасти Виктору зрение. Рэперист Алексей Черемисинов победитель всех главных турниров фехтовальщиков. Двукратный чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион. Однако золото в Рио Алексей добыл вопреки обстоятельствам. За два месяца до Олимпийских игр меня вот как раз прокололи на тренировке. И получилось так, что клинок прошел под гардой и попал между вот этими двумя фалангами. И вот он вышел как раз вот здесь. Слава Богу, повезло, что ничего не задело. То есть ни кость, ни сухожилий были не задеты? Да, но вот уже после Олимпиады делал МРТ, когда обнаружили вот перелом осколочной полулунной кости. Я вот не знаю, связано это с этим или нет. Вот, перелом так и остался, не сросся. Ну а мы должны все контролировать. Олимпийских игр наше! 45-41! Гениальное фехтование всей нашей бригады, всей нашей команды! 45-41! Поединки в фехтовании проводятся на трех видах оружия. Рапира – колющее оружие с четырехгранным гибким клинком. Длина 110 сантиметров, вес до 500 граммов. Шпага тяжелее почти на 300 граммов. Сечение трехгранное. А у сабли самый короткий клинок. Кроме того, это не только колющее, но и рубящее оружие. Конец клинка плоский. Белый костюм спортсмена – это не пижонство, а дань традиции. Потому что раньше наконечник мазали черной краской, чтобы судья мог видеть, куда произошел удар. Но иногда, когда клинок ломался, белый костюм становился красный от крови. Еще несколько десятилетий назад клинок изготавливали только из высокоуглеродистой пружинной стали. Этот сплав позволяет оружию быстро возвращать прежнюю форму. Рапирами из такой стали фехтовали на чемпионате мира в 82-м Владимир Смирнов и Матия Сбер. Соперники пошли в обоюдную атаку. Или, как говорят спортсмены, кор-а-кор. Произошло столкновение. Клинок немецкого спортсмена попал в плечо Смирнову и сломался. Обрубок проткнул маску и вонзился в левую глазницу. Клинок уперся в затылочную кость. Нашего спортсмена срочно увезли в реанимацию. Спасти его не удалось. После этой трагедии Международная федерация фехтования всерьез задумалась о безопасности. Поменять пришлось практически все. Клинок, защиту, маску. Производители экипировки утверждают, трагедия больше не повторится. Так ли это? Давайте проверим. После трагедии производители клинков стали искать новый сплав и нашли его в космической промышленности. Марагеновая или мартенситно-стареющая сталь используется при производстве газовых баллонов для космических станций. Предел прочности такой стали в несколько раз выше пружинной. Но насколько сталь сохранит свои свойства, если в ней образовалась трещина? Проверим. А поможет нам в этом физик Валентин Тираут, постоянный эксперт программы. Чтобы электроника зафиксировала укол, достаточно небольшого усилия. Но в пылу борьбы спортсмены бьют изо всех сил. Посмотрите, на что способно оружие. Но еще опаснее — сломанный клинок. Когда клинок попадает в тело, он сильно изгибается. В этой области возникает максимальное растяжение. Если удар был резким и сильным, в клинке могут возникнуть невидимые глазу трещины. И уже в следующем бою он может сломаться. Испытания клинков проводят только в трех местах в мире. В Москве в Институте спортивно-технических изделий есть уникальные стенды. Именно там проверяют качество оружия. Это шпага из марагеновой стали. С виду она кажется целой. Но это не так. Наличие трещины легко определит дефектоскоп. Внутри этого отверстия проходят вихревые токи — токи ФУКО, которые создают магнитное поле. Если в металле есть трещина, конфигурация токов меняется, а следовательно изменяются параметры магнитного поля. Это и отображает дефектоскоп. Теперь на крупных соревнованиях, прежде чем спортсмен выйдет на дорожку, оружие проверяют на наличие трещин. Появление такого прибора — это еще одна мера безопасности. Если в клинке имеется хоть малейшая трещина, клинок небезопасен. Семен Александрович, помогите проверить. Давайте посмотрим. Сейчас мы увидим на индикаторе. Да, вы видите, что клинок показывает опасную зону. Это означает, что есть трещина. И этот клинок будет изъят. А вот клинки из углеродистой стали на дефектоскопе проверять бессмысленно. Даже маленькая трещина здесь расширяется настолько стремительно, что они ломаются практически мгновенно. На этом стенде проверяют прочность оружия. Новая шпага из марагенового сплава без трещин должна выдерживать более 7 тысяч сгибов. Но сколько она продержится, если металл начал разрушаться? Даже непригодный для соревнований клинок выдержал почти тысячу сгибаний. И вот в чём дело. В марагеновом сплаве лигирующие добавки играют роль молекулярного клея. В высокоуглеродистом сплаве таких присадок нет, поэтому скорость распространения трещин здесь в 10 раз выше. Есть и ещё одно преимущество оружия из марагенового сплава. Когда ломается клинок из обычной стали, он образует острые края, так же, как осколки обычного стекла. Марагеновый клинок ломается перпендикулярно. Его остриё практически безопасно, так же, как осколки калёного стекла. Во время соревнований спортсмены используют клинок только из марагеновой стали. Его преимущества очевидны, но есть один недостаток – его цена. Он значительно дороже, чем клинок из стали. Поэтому спортсмены продолжают использовать во время тренировок именно этот клинок. Небезопасные клинки из углеродистой стали уже запретили в Германии. Сейчас поднимается вопрос о том, чтобы наложить вето на использование подобного оружия во всём мире. Но такой шаг лишь снимет ответственность с Федерацией фехтования за возможные несчастные случаи. Отказ от клинков из углеродистой стали произойдёт только после того, как марагеновые подешевеют. Далее в программе. Прозрачная маска. Как нововведение едва не закончилось трагедией? Ноги, локти, спина. Какое место у фехтовальщика наиболее уязвимо? И зачем раперистам и саблистам футбольные щитки? Сталь современного клинка позаимствовали в космической промышленности. А одежда спортсмена – продукт оборонки. Куртка фехтовальщика и бронежилет солдата сделаны из одного материала – кевлар. Один из самых прочных материалов в мире делают из обычного полиэтилена. При высокой температуре и под высоким давлением молекулы полиэтилена группируются в длинные цепочки – в каждой от 2 до 6 миллионов частиц. После охлаждения материал ещё больше уплотняется. Так получается нить, из которой изготавливается лёгкий и, главное, сверхпрочный материал. Где-то в 80-е, начало 90-х годов для экипировки спортсмена использовалась промышленность ХБ ткань с ватой. Но она не гарантировала спортсмену, к сожалению, полной защиты от серьёзных травм. Но действительно ли ткань надёжно защищает спортсмена? Проверим? Как и клинки, экипировка фехтовальщика бывает тренировочная и боевая. Разница по прочности более чем в два раза. Смотрите. Материал тренировочного костюма с трудом, но можно разрезать. Материал боевого не поддаётся. По нормам он должен выдерживать давление 80 килограммов на квадратный миллиметр. Тогда на нём ставится маркировка 800 ньютонов. Это проверяется на специальном станке. Сила выстрела из спортивного пистолета примерно 800 ньютонов. Итак, одеваем манекен в фехтовальный костюм и проверим, сможет ли пуля пробить его. В костюм фехтовальщика входят штаны из кевлара, набочник, куртка с одним рукавом на ведущую руку. Он сделан из ткани из высокомолекулярной нити. Сверху надевается куртка, тоже из сверхпрочного материала. Таким образом, основная поражаемая поверхность под двойной защитой – 1600 ньютонов. Девушки используют дополнительное приспособление – пластиковый нагрудник. Теперь сделаем выстрел в манекен, защищённый экипировкой спортсмена. С наружной стороны куртки видны повреждения. Смотрим внутри. Куртка абсолютно цела. На манекене незначительные вмятины. Если это был бы человек, то было бы максимум ушибы или гематома. Трагедия сейчас может повториться только по вине спортсмена, который не надел полный комплект амуниции. Проткнуть же фехтовальщика в боевом костюме действительно невозможно. Ранение может случиться только если клинок попал в незащищённое место. Таких немного. Голень, затылок и руки. Олимпийский чемпион Артур Ахматхузен в своей карьере избежал серьёзных ранений. Но знает не понаслышке, что такое удар в незащищённую часть тела. То есть во время профессионального удара это действительно болезненно, но это не так сильно. Но синяки могут оставаться. Да, знаете, во время боя, когда ты находишься в полной концентрации, ты не замечаешь этих уколов, этой боли. Но на самом деле достаточно чувствительные и остаются после этого синяки, да, бывают ссадины, гематомы. Ещё один элемент защиты – маска. Лицо закрывает мелкая сетка из плотной нержавеющей стали. По нормам она тоже должна выдерживать удар силой в 1600 ньютонов. Правда, видимость в ней ограничена. Несколько лет назад производители экипировки решили сделать эксперимент. Они заменили жёсткую металлическую сетку на прозрачный пластик для того, чтобы видеть эмоции спортсмена. И этот эксперимент чуть не закончился трагедией. Защита не выдержала удара клинка. На юниорском чемпионате Европы Рапира пробила маску фехтовальщика из Латвии. Спортсмену повезло – клинок только разбил губу и повредил зубы. После этого случая эксперимент свернули и вернулись к прежним стальным маскам. Проткнуть её, конечно, непросто, но сечки она оставляла. Сечки на стекле оставались. А в дальнейшем обзор становился хуже? Обзор хуже – это сказывается на зрении. Большое количество времени проводим в маске, потому что это тренирует зрение. Вот если даже посмотреть на очки для коррекции зрения, для людей со слабым зрением, они такие, практически как сетка. Да, как сеточка. Вот, так и здесь. У нас вообще у всех достаточно хорошее зрение. А это последнее нововведение Федерации фехтования. Отечественные учёные разработали специальные чипы, которые вшиваются в маску и одежду, встраиваются в клинок. Эти метки помогут не допустить до соревнований спортсмена в контрафактной экипировке и с опасным оружием. После введения новых требований, многие эксперты утверждают, что этот вид спорта стал абсолютно безопасным. Но травмы всё-таки случаются. И в большей степени это зависит от стойки фехтовальщика. Всю тренировку и бой спортсмены проводят в однобокой стойке. Нагрузка распределяется неравномерно. Страдает и голеностоп, и коленоведущей ноги, и плечевой сустав. Но больше всего – локоть. В отличие от бокса, удар в фехтовании наносится не всем телом, а кистью. Это и предопределяет специфику травмы. В медицине существует такое понятие, как локоть гольфиста. Что это такое? Это воспаление области соединения сухожилия с костью. У профессионального спортсмена похожая ситуация. Из-за постоянных нагрузок на кисть возникает воспаление или постоянная травма места прикрепления сухожилия. Это называется эпикандилит. Сама по себе травма не опасна. Но если при первых симптомах не обратиться к врачу, боль в локте станет хронической. Но, пожалуй, главную опасность для фехтовальщика несёт асимметрия развития мышц спины и, как следствие, раннее развитие остеохондроза. В дальнейшем это приводит к появлению так называемого «корешкового синдрома». Вот так выглядит позвоночник человека на компьютерной томографии. Между позвонками находится межпозвоночный диск. Он чем-то напоминает жевательный мармелад. При деформации диск выходит за границы позвонка. Тем самым образуется так называемая межпозвоночная грыжа, которая давит на спиной мозг либо на корешок нерва и вызывает сильную боль. Но если однобокость стойки является причиной стольких травм, почему бы бои не проводить в разных стойках? Первую половину в правосторонней, вторую в левосторонней. В художественных фильмах мушкетёры виртуозно владеют шпагой, левой и правой рукой. Но это в кино. В реальной жизни и в спорте всё происходит иначе. Проиллюстрируем это простым примером. Рэперисты Марат и Дмитрий – мастера спорта. Оба входят в сборную России. Бои между ними почти всегда заканчиваются с разницей не более чем в несколько уколов. У Дмитрия ведущая рука правая. Но сегодня он будет фехтовать левой. Считается, что для правши левша – неудобный соперник. Но здесь нестандартная стойка ничего не даёт. Ведь Дмитрий сам правша. Посмотрите, раз за разом он пропускает уколы и в итоге проигрывает мини-поединок. Так что смена стойки вряд ли годится для фехтовальщика как способ преодоления негативных последствий асимметрии. А есть ли спортсмены, которые меняют правую руку, левую руку и профессионально владеют как с одной стороны, так и с другой? Или всё-таки это особенность? Нет, наверное, ну таких я не знаю. То, что у нас асимметричная стойка, то, что ты двигаешься всё время, скажем так, нагружаешь разные группы мышц, это сказывается в дальнейшем здоровье, поэтому приходится больше работать в тренажёрном зале и как-то компенсировать. А как асимметричные нагрузки сказываются на организме? С вашей точки зрения. Ну как, искривление позвоночника, протрузии, грыжи, то есть вот такие вещи. Это частая ситуация? Очень. Я так понимаю, что это только часть тренировки, это которой можно заниматься, например, 50 или 60 процентов. Остальная тренировка, в чём она заключается? Скажем так, сейчас вот современное фестивание, оно очень физически сложный вид спорта. Наши тренировки строятся по принципу, 50 процентов мы уделяем специальной подготовке, сюда включаются и фестивальные бои, и уроки, индивидуальные уроки с тренером, и специальные передвижения фестивальной стойки. А также мы уделяем 50 процентов именно общей физической подготовке. Это работа в тренажёрном зале, работа в игровых залах. Фехтование считается одним из самых благородных видов спорта. Однако не все спортсмены чтут правила честного поединка. Порой за границей движений, как за стальной маской, скрывается подлость и злоба. В обоюдных атаках спортсмены сближаются максимально быстро. Здесь и применяют грязные приёмы. Наступают на ногу, бьют коленом в колено. Голень рапериста и саблиста не защищена, ведь укол в ногу недействителен, но некоторые фехтовальщики намеренно наносят укол чуть ниже колена. Удар очень болезненный, поэтому некоторые спортсмены даже надевают футбольные щитки. Сабля, в отличие от шпаги и рапира, не только колющее, но и рубящее оружие. Можно вот так, особым способом ударить соперника по спине. Фехтовальщики говорят, ощущения довольно болезненные. Любая конкурентная деятельность, она очень сильно завязана на психологическую борьбу. И тут всё зависит от того, что стоит на кону и каких-то моральных рамок твоих и твоего оппонента. Кто далеко может зайти. Допустим, где-то сыграть пожёстче, чтобы обозначить свою уверенность. Может быть, даже где-то психологически подстегнуть своего оппонента, заставить его вынужденно ошибиться. Где-то поставить корпус, где-то... Ну, такое, конечно, бывает. Не стоит делать это... Скажем, делать на этом акцент. Просто бывает так, что психологически заводишься сам и возникает, что опять... Это, наверное, не грязь, это жёсткость определённая возникает. Это не... Ну, я вот про себя говорю. Особенности характера. Может быть, да. Может быть, кто-то делает это и специально. В бою мы очень часто и спорим, мы там ругаемся. Всё может быть. Это эмоции. Это эмоции. Они должны выходить. Если ты снял маску, как только ты положил рапиру, то нужно оставить... Оставить их все за дверью и спокойно совершенно общаться. Чаще всего фехтовальщики всё-таки являются образцом благородства и мужества. Они почти всегда соблюдают правила честного поединка. Ведь большинство из них пришли в спорт, прочитав или посмотрев историю о трёх мушкетёрах. После смерти известного спортсмена в фехтовании произошли серьёзные изменения. Экипировка стала более прочной. Клинок менее опасным. Теперь спортсмен защищён надёжно. Фехтование – это вид спорта, в котором из трагедии реально извлекли урок. С вами была программа «Жестокий спорт» и её ведущий Александр Ильин. Будьте здоровы и не забывайте про спорт. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова